Добрый день, прямая телефонная лень, слушаем вас. Здравствуйте. У меня как бы вопрос, как бы предложение, и как бы я к вам за помощью спросить, что вообще нам делать. Дело в том, что я знаю лично, что наши белорусы в большинстве своем против той ситуации, которая сейчас у нас делается в Беларуси. Все эти вертолеты, все эти самолеты, все эти ракеты, которые запускаются, вот, но мы не знаем, что нам делать, кому нам сказать, что мы против, где, где нам это сделать для того, чтобы в тюрьму не попасть, чтобы не получить штраф, например. Вот я у вас... Обращайтесь в силовые структуры, обращайтесь в ВВД. Силовые структуры? А что они мне могут, чем помочь? Мы имеем в виду в внутренних дел, ну так а что? Они вам объяснят, какие права у вас есть, какие у вас обязанности есть, что вы можете делать, чего вы не можете делать. А мы вот можем с вами как-то позатрудничать? Может, мы бы принесли коллективное? Нет, там на них подключите. Почему? Коллективное приносите, в Венгуросполком, вне зависимости 8. Приносите заявление, приходите на прием. Значит, у нас такая ситуация странная, потому что, ну что, я знаю, что мне скажут в этих структурах, как вы говорите. То есть, меня интересует, где у нас люди сидят, с которыми можно вообще поговорить о том, что происходит, и чтобы получить какую-то реакцию. А что вы не смотрите телевидение и не видите президента, который ежедневно выступает и рассказывает про ситуацию в России? Так, а если мы не согласны с тем, что у нас происходит? То есть, мы не хотим со своей территории вертолеты отправлять? Ну вот белорусы не хотят. Белорусы не хотят санкций. Белорусы не хотят быть бедными. А как вы можете говорить от тех белорусов про свои санкции, про этот самый белорус? Хорошо, я не хочу. Вот что мне делать, если я не хочу? Приходите на прием, вам скажу, что вам делать. Вне зависимости 8. А по телефону вы не можете сказать? А кто скажет? Нет, по телефону нет. А кто скажет? Тот, кому вы придете, предоставите документы, запишут вас в базу и вам все разъяснят. А почему вы не можете разъяснить? А потому что я оператор, который вам ничего не разъяснит. А кто у вас сегодня на прямой линии? У нас сегодня на прямой линии, управляющей делами. Только переключите, почему вы меня не переключаете на человека? Это не вопрос ее компетенции. А вы решаете ее компетенции или что? Да, я решаю. А как вас зовут, скажите? Я оператор номер 3. А имя, фамилия? Слушай. Почему вы трубку бросаете? Соедините меня с человеком на прямой линии. Я не бросала трубку. Скажите, как ваша фамилия? Шейка Ольга Викторовна. Ну, у нас сейчас на прямой линии присутствуют управляющие делами Ленинского района Людмила Александровна. Я вас соединю, и вы с ней, пожалуйста, побеседуйте. Спасибо большое. Алло. Алло, здрасте. Да, здрасте. Меня интересует, какой у нас есть легальный способ, такой, можно сказать, конструктивный, сказать мне и моим знакомым о том, что мы не хотим, чтобы Беларусь была плацдармом на сегодняшний день, и чтобы с нашей территории летели бомбы, вертолеты, самолеты. Но так сказать, чтобы не попасть на сутки, не чтобы мы не были задержаны, а просто вот обозначить свою позицию. Как нам это сделать? Ну, я вас слушаю. Ну, так вот, я бы хотела, чтобы вы вот это засвидетельствовали, что я против того, что Беларусь сегодня участвует в военной операции. Я прошу вас оставить свои данные. Так, данные я уже оставила диспетчеру. Ваш адрес? Ну, к сожалению, вас переключили на администрацию Ленинского района, поэтому у меня ваших данных нет. Окей. Тогда записывайте. Ваше обращение, как записать? Просто от того, что вы высказали свое мнение, в котором... Ну, можно и так сказать, да. Но, с другой стороны, меня просто интересует вот реально, как нам, белорусам, и мне в том числе, вот говорить о таких вещах спокойно и не боясь о том, что меня, например, задержат. Ну, за то, что я... Если вы хотите как-то поднять это на уровень обсуждения, ну, тогда, может быть, вам стоит связаться с нашей идеологической службой, может быть, они чего-то вам там подскажут. Вы где-то работаете, а нет? Конечно. Ну, ИП сейчас. Ну, может быть, может быть, предприятие как-то на уровне предприятия поработать с идеологической вертикалью. Но вы же прекрасно понимаете, что работа с населением, работа со всеми вот этими такими площадками ведется... Ну, это идеологическая работа. И здесь работают специальные люди, которые имеют должности именно в направлении идеологической работы. Тем более на предприятии, если вы работаете. Нет, я ИП. У меня нет предприятия. А, понятно. Просто какой-то замкнутый круг. Ну, в принципе, я могу вас, конечно, адресовать. Вы можете записать номер телефона нашего идеологического управления. Может быть, они вам чего-то так посоветуют больше, чем я. Значит, так, телефон 379-60-65. Это начальник управления Байгот Тамара Яновна. Либо заместитель начальника 379-93-28. Юлия Владимировна, это заместитель начальника. Пожалуйста, позвоните. Может, они чего-то вам подскажут более опытные работники в этом направлении. Они вам чего-то скажут яснее. Я вам не могу ничего подсказать. Но вы же понимаете, с какой вы темой. Вы звоните в отдел идеологической работы. Вы же идеологически, наверное, знаете, как объяснять это событие белорусам. У нас все в средствах массовой информации подается с той стороны зрения, которую поддерживает власть. Так мы не согласны, что власть поддерживает агрессию против украинского народа. Значит, вы не поддерживаете власть. Так, а это запрещено? Что вы от меня хотите? Я вам еще раз говорю. Вы обратились не по адресу. Я не занимаюсь средствами массовой информации. Если вы хотите какой-то пикет провести, вы подаете заявку в соответствии с законом. Каким образом вы хотите свое несогласие выразить? Ну, например, у себя на окне повесить плакат «Нет войне». Это будет как пикетирование. Для того, чтобы провести пикет, есть законодательство, да. Это надо просить разрешение, значит. Конечно. А если я повешу плакат «Да войне». Это тоже пикетирование. Тоже нельзя такое делать. Если у вас будет разрешение, то можно. Хорошо. А если я повешу плакат «За Лукашенко за войну». Еще раз говорю, это тоже пикетирование. Тоже нельзя за Лукашенко. Вы подаете документы в соответствии с законодательством. Если вам разрешают, вы проводите его. Ладно, такой вариант. Если я на Октябрьской площади просто стою, ничего не делаю. Это тоже пикетирование. И думаю, плохо думаю о войне в Украине. Тоже пикетирование. Какой вы вопрос хотите задать? У нас новая конституция принята, в которой написано, что Беларусь демократическая держава. И таким образом… Если вы хотите со мной побеседовать о конституции, то это не телефонный разговор. Приходите, мы с вами побеседуем. Я просто не понимаю, как реализовать свое право, свое мнение, публично выразить негодование военным действиям в Украине. Почему общественные объединения и прочие граждане Республики Беларусь смотрят на это спокойно? Обратитесь в общественные объединения. А вы сами за войну? Почему я вам должна говорить это? Потому что это общественно значимый вопрос. Я не хочу с вами общаться на эту тему. Вы же идеолог. У вас еще какие-то вопросы есть? Зачем тогда идеология нам в стране, если идеологи не могут объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо? Что значит не могут объяснить? То есть, ну зачем граждане Республики Беларусь вас финансируют, если вы не можете сказать против войны вы или за войну? Послушайте, я хочу закончить этот разговор. Он бессмысленный. Как бессмысленный? Если вы меня хотите спровоцировать на какую-то информацию, то у вас это не получится. Мы раньше все против войны выступали. Фонд мира против войны. Голубь летят. Голубь мира. А тут как война началась, как соседи начали бомбить, так мы уже все попрятали головы. Почему вы не хотите выступить? Это называется провокация с вашей стороны. Народа на Донбассе, например. Что с Донбассом случилось? Там 14 тысяч погибших. Когда это случилось? Я считаю этот разговор бессмысленным. Если у вас все вопросы... Донбасс это территория Украины. Юлия Владимировна, послушайте меня. Донбасс до прихода российских оккупантов, типа Гиркина и команды, жил хорошо, нормально жил. Вот как они пришли, так они начали бучу устраивать. Потом Боинг сбили, а до этого Крым отжали, да, до этого Крым отжали, или после этого, не помню, запутался. А потом и войну начали широкомасштабную. И у нас идеология знает, как подавать эту информацию.